Здравствуйте, друзья мои! С вами Шамов Дмитрий. Прогуливаясь по своему району, нашел старинный дом, построенный еще в 1912 году, то есть на рубеже периода Мэйджи и периода Тайшо. Вообще, в Токио очень мало старинных домов, потому что во время Второй мировой войны, ближе к концу, они были в основном разрушены бомбардировкой. И поэтому увидеть дом, который еще был построен до войны, это что-то необычное. Перед ним разбить небольшой сад, который я тоже вам покажу, ну и, конечно же, внутри самого дома. Пойдемте посмотрим. За этим домом и садом следит район Сумеда, район, в котором я живу, потому что этот дом уже считается таким наследием. Сюда можно попасть в определенные дни, в определенные часы. Если здесь никого нет, то можно просто заходить. Но иногда здесь проводятся какие-то мероприятия, и поэтому даже если прийти в рабочие часы, войти будет нельзя. Сегодня, я надеюсь, нам повезло, и мы сможем все прекрасно посмотреть. Вот в этом садике много деревьев традиционных, старинных. Вот, например, вот это вот дерево. Скорее всего, сакура. И думаю, что весной здесь будет невероятно красиво, когда она зацветет. Слышите, кошка? Пойдем поближе посмотрим. Желтыми глазами. Ноль эмоций. Вот эта вот статуя называется Фукрукузю. Это один из семи богов благополучия. Штифкузин их называют. Вот здесь вот есть один. Вот сидит второй. Некофукузин. И если пройти туда, дальше прям за дом. Здесь есть еще. Вот есть он. Тоже, наверное, один из семи богов благополучия. И вон там еще двое сидят. И если здесь походить по этому парку, ну, по саду, то можно найти всех семерых в различных уголках. Так как дом старинный, ему уже более ста лет, при входе, вот такие вот сдвижные двери. Это стекло, не бумага, поэтому пальцем не проткнуть. Но в любом случае двери такие постольку поскольку. Давайте войдем внутрь. Внутри здесь не горит свет, поэтому будет довольно темно. Надеюсь, что все-таки удастся рассмотреть интерьер дома. При входе есть генкан. Генкан это вот вход в помещение, что-то вроде коридора. Здесь необходимо снять свою обувь. Можно надеть тапочки. И когда вы снимаете обувь, ее нужно обязательно вот так вот оставить. Носками сюда. К входу. Можно даже вот так вот сесть и поправить. Это считается хорошим тоном. Тапочки всего одни и маленькие. Я, наверное, в них не влезу. Думал, что здесь очень темно и даже немного расстроился, что будет плохо видно. Но здесь есть свет. Лампы в старинном стиле. Но, правда, они уже сами по себе новые. Не такие, как раньше. Но зато можно включить свет и рассмотреть все получше. Комната в старинном японском стиле. Даже видно просто по интерьеру, по оформлению. Сдвижные двери. Вот такие. С бумагой. Называется ващи. Правда, здесь уже, наверное, другая бумага. Что-то поновее. Видимо, заменяли. Потому что столько лет, явно, бумага не продержится. На полу постелена татами. Татами тоже уже заменяли. Делали небольшую реформацию дома. Потому что татами имеет определенный срок службы. И, там, 30 лет, 50. В зависимости от того, какая фирма делает. Насколько татами дорогое. Но видно, что это тоже уже повидало многое. И здесь тумба для приготовления чая. Чайник. Здесь прям, вот видно даже зола. Здесь разводят костер. Либо кладут угольки и пьют чай. А здесь такая вот небольшая коробочка. Это кесеру. Трубка для курения. Табак. Старинный, японский. Потрогать ничего не могу. Здесь показать ближе. Потому что трогать это нельзя. Здесь прям в полу в комнате вот такие вот постелены дощечки. Если их открыть, то там будет погреб. Раньше японцы там хранили различные продукты, чтобы они не портились. Что-то вроде, наверное, старого холодильника. Холодом оттуда веет. Тумба. Шкаф небольшой. Что-то вроде секретера. Я это слово, наверное, не произносил лет 15. С этой стороны вы можете видеть Шиминаба. Определенная веревка. В Японии с ней очень много всего связано. Про нее я могу еще подробнее рассказать. И вообще, я упоминал ее в различных своих видео. То есть, для японцев это в религии очень много значит. И вот такая вот полка называется Камидана. Что-то вроде угла, где вешают, знаете, вот у нас в России бывает крест большой повесит, икону. Что-то вроде того. Вот здесь вот вешали различные и ставили статуэтки богов, украшения какие-то с ними связанные, что-то вот связанное с религией. Мы переместились в другую комнату. Здесь тоже сдвижные двери. Между каждой комнатой они есть. И вы можете слышать, что время от времени из-за ветра трясутся савни, окна, и слышно, как дребезжит стекло. С одной стороны, может показаться, что это мешает, и вообще назойливый какой-то звук, и из-за него там можно не заснуть, и что-то такое. Но японцы любят этот звук, им он нравится. Даже если вы смотрели аниме Тотаро, мой сосед Тотаро, Хаяо Миядзаки, то там тоже есть этот звук. Что-то для японцев, это вроде старины какой-то. В общем, нравится им. И открывается здесь просто великолепный вид на сам сад. Можно вот так вот сесть, помедитировать. Все-таки что-то есть в этом звуке. Мне лично очень нравится. Но когда в Японию приходит тайфун, обычно летом, я не представляю, как здесь, наверное, трясет, когда льет просто как из ведра, ветер как ураган. Наверное, стекла бьются, тем более они здесь такие тоненькие. Вот это вот место, что-то вроде такого длинного коридора, который соединяет различные комнаты и выходит в сад. Называется Энгава. Если вы смотрели японские фильмы, аниме, и где были дома в старинном стиле, то там точно было такое место. Обычно персонажи аниме открывали здесь вот так вот окно, вот такую сдвижную дверь, свешивали туда ноги и сидели, разговаривали, ели какие-то вкусняшки, что-то вроде того. То есть можно там здесь выйти в сад. И если пройти здесь вот по этой Энгаве, то можно перейти в соседнюю комнату. Между комнатами есть вот такие вот заглушки на двери, что-то вроде украшения. Здесь гора Фудзи. Лодочки, деревья. Японское такое украшение. Японцы вообще очень любят свою гору Фудзи. Она есть везде. Если вы знаете в работах Хуксая, 100 видов Фудзи. Фудзи, то есть этой горе уделяется очень много внимания. Ну, тем более, это самая высокая гора в Японии. Габеллен. Наверное, даже старинный. И шкаф. Японцы использовали такие вот шкафы. То есть, больше это напоминало даже не шкафы, а просто полки со сдвижными дверями. Отличается от того, что использовалось, например, в это же время в России. Давайте перейдем в другую комнату. Вот сюда. Здесь практически ничего нет. Это гостевая комната. Использовалась, когда приезжали гости, здесь расстилался футон. А в то время, когда никто здесь не спал и просто собиралась компания, использовали вот такие вот столы. Расстилались они на полу, прямо так расставлялись. Видите, они все одинаковые между собой составлялись, и можно было сделать вот такой вот квадратный стол. И люди просто сидели вот так вот и кушали за этим столом. То есть, тогда двери ведет в туалет. По-японски называется вашикитори. Представляет собой, по сути, просто дыру в полу. И то, с виду он уже довольно новый. Я думаю, что он не 1912 года. Использовался уже позже. Ну, в японских туалетах я не очень осведомлен, поэтому точно, когда он был построен, я не могу сказать. Давайте перейдем дальше. Здесь вот можно выключить свет в туалете. Книжная полка, множество различных старинных книг. Здесь и словари, и история, современная история Японии, на тот момент современная, сто лет назад. правила страны. Различные всякие учебники. Генжи Моногатари даже есть. С другой стороны. Видите, даже звук такой. Старинный полк. Что-то вроде паркета. И везде надписи о Тео Фуринаиде Кудасае. Что значит, что не трогайте, пожалуйста, вот эти вот предметы. Все-таки они имеют какую-то ценность. И давайте перейдем в последние комнаты, посмотрим. Ванна. В ванну зайти нельзя. Японский Офуру. Можно мыться как самой ванне, так и вот снаружи от нее. В принципе, японские ванны и сейчас похоже на то, что вы можете здесь видеть. И далее переходим на кухню. На кухне свет включается вот здесь. Свет неохотно включается. Надеюсь, что видно. То есть он пытается. О, включился. Раковина Нагачи. Ну, раковина уже такая современная. Здесь даже есть микроволновая нагреватель воды газовый. Холодильник современный. То есть кухня не представляет уже тот быт, который был в 1912 году. То есть она довольно новая. «Музыка» 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 Ну что ж, друзья, надеюсь, что было интересно. Немного жалко, что дом уже частично реформировали и, например, нельзя посмотреть, какая была раньше кухня, сейчас там уже все новое относительно, но все равно было интересно посмотреть, как жили люди в Японии более 100 лет назад. Пол в доме невероятно холодный, не представляю, как жить вот зимой в нем. В доме так же примерно, как на улице, то есть он совершенно неотапливаемый, поэтому, ну, действительно в нем было холодно. В принципе, современные японские дома недалеко от этого ушли, но это уже, я думаю, вы и так знаете, если смотрели другие мои видео. Друзья, если вы еще не подписаны на мой канал, то обязательно подписывайтесь, также оставляйте комментарии, ставьте лайки, можете рассказать о моих видео друзьям, я думаю, что, возможно, кому-то будет интересно. Ну что ж, до встречи в следующих видео, до свидания!